В психологии существует такое направление, связанное с изучением категориального научения, или по-другому это называется формирование понятий. Это довольно сложный когнитивный процесс, в котором человеку требуется найти общее содержание у групп предметов. Категориальное научение происходит угольно с нашего рождения. Маленькие дети, дети, которые приходят в школу, взрослые постоянно в ходе своего восприятия, поведения находят общие признаки группы предметов. Соответственно, психологи стараются понять, какие психические процессы, когнитивные процессы участвуют в категории научения и формировании понятий. В 70-80-х годах было большое количество моделей, психологических моделей, каждая из которых описывала этот процесс по условиям. Были модели, в которых подчеркивалось, что категориальное научение включает в себя нахождение небольшого количества общих признаков, и как только эти признаки найдены, они переводятся в вербальную форму, то есть им дается название, а все остальные признаки забываются. Другое направление подчеркивало, что многие признаки объекта на самом деле важны для категоризации. Например, если мы категоризуем, отличаем собак от птиц, то сложно сказать, какой из признаков более важен, чем другой. Поэтому наше восприятие, наше внимание отслеживает множество признаков, связывает их вместе, и они вместе запоминаются. То есть, запоминается некоторый суммарный образ, или в психологии называется прототип. Другие концепции подчеркивают, что на самом деле никакого единственного правила категоризации не существует, и человек запоминает все примеры, которые он встречал, и потом использует память об этих примерах для категоризации новых стимунов. Таких теорий существует много, и они в течение 70-80-х годов активно спорят друг с другом, какая же из этих теорий объясняет большее количество фактов, связанных с категориальным научением. Теперь, в настоящее время, мы называем эти теории единственной системы категоризации, потому что каждая из них предлагала один принцип восприятия и запоминания категориальной информации. Ситуация изменилась, изменилась очень интересным образом, в конце 90-х годов, когда появились новые классы теорий, которые описывали процесс научения, формирование понятий по-другому. Первой такой теорией была теория американского нейробиолога Грегори Эшбер. Он предложил теорию, которая, с одной стороны, может казаться всего лишь усложнением суммации данных, полученных в ранних теориях. Он назвал эту теорию множественных систем категориального научения или, более точно, эта теория называлась модель соревнования конкуренции между вербальной и имплицитной системой научения. Что же такого нового предлагала эта теория? Грегор Решбер предположил, что на самом деле в ходе эволюции филогенеза и онтогенеза у человека сформировалось несколько альтернативных систем категориального научения. Каждая из этих систем оперирует независимо от другой системы. Как минимум таких систем существует две. Это вербальная система, связанная с работой префронтальных отделов головного мозга, и система имплицитная, связанная с работой теменно-затолочных областей головного мозга. Вербальная система категориального научения помогает нам сосредоточиться на небольшом количестве признаков и потом их вербализовать ими пользоваться. А имплицитная система категориального научения позволяет суммировать большое количество признаков в некоторый визуальный образ. Теория Грегори Эшберг предлагала еще одно новое положение. С вот точки зрения, наша память, наше научение устроено таким образом, что как только человек видит группу объектов и старается найти общее в них содержание, то очень быстро происходит оценка, какая из этих систем является оптимальной, наиболее удобной. И, соответственно, выбирается одна система и подавляется другая система. Как он показал выбор этих систем и их конкуренцию за ресурсы нашего внимания и памяти? Он использовал вначале интересный метод — метод интерферирующих заданий. Он просил испытуемых, которые старались найти инвариантное, то есть общее содержание группы предметов, выполнять одновременно это задание и параллельно с ним выполнять еще одно задание, например, повторять про себя какие-то слова или запоминать цифры и тоже их повторять, или запоминать визуальный узор. Так вот, он обнаружил, что когда человек пытается найти общее содержание и у группы предметов, и такого содержания очень мало, например, объект исходный только по форме и при этом различается цветом, различается текстурой, различается какими-то деталями, то выполнение альтернативного вербального задания сильно ухудшает нахождение этого общего правила, этого единичного признака. Почему? Потому что для этого типа категориального учения требуется вербальная система, и использование другого вербального задания мешает ей ее работе. При этом, если человек выполняет вторую задачу невербальную, например, он запоминает геометрические узоры, это никак не мешает ему находить правила категоризации. В случае, если категориальное учение устроено другим образом, то есть человеку нужно найти не один общий признак, как в предыдущем примере, например, форму, а несколько общих признаков, то есть, например, объекты, которые относятся к одной группе, они сходны и по цвету, и по форме, и по размеру, то в этом случае происходит ровно наоборот. Ему сильно мешает находить такое правило, связанное с суммацией признаков, выполнение визуальной задачи и абсолютно не мешает выполнение вербальной задачи. Таким образом, видно, что каждая из этих систем научения помогает нам для решения разных задач, и это удобно. Действительно, для нахождения общего инвариантного содержания в ходе научения мы используем качественно разные системы восприятия и памяти. Что еще нового дала эта система множественных систем категоризации, систем категориального научения? Второе интересное открытие было связано с тем, что эти системы категориального научения появляются в разное время в ходе онтогенеза и, по-видимому, в ходе эволюции. Имплицитная система категориального научения, основанная на выделении визуального прототипа, появляется очень рано в ходе эволюции, является первичной в ходе онтогенеза. То есть эта система научения помогает уже маленьким детям, младенцам, находить общую информацию в группе предметов. И дети пользуются этой системой научения довольно долго, до пяти лет. В то время как вербальная система категориального научения появляется в ходе онтогенеза сравнительно поздно. Она появляется только после пяти лет. И только дети, которые находятся в старшем дошкольном возрасте, могут ее использовать для нахождения общей информации в группе предметов. Еще теория множественных систем категориального научения обнаружила, что эти системы также зависят по-разному от обратной связи. Например, вербальная система категориального научения очень требовательна ко времени после получения обратной связи. Это время не должно быть ничем занято. Если человек опросить что-то делать после того, как ему дана обратная связь, он очень плохо запоминает выделенное правило категоризации. В то время как система имплицитная, связанная с выделением визуального прототипа, чувствительна не к свободному времени после получения обратной связи, а ко времени самого получения обратной связи. То есть обратная связь должна быть дана как можно быстрее. Задержка обратной связи всего на 5-10 секунд приводит к тому, что человек не может найти общее содержание по группе предметов. В настоящее время теория множественных систем категориального научения получила большую поддержку у психологов. И проводится большое количество исследований, связанных с изучением того, как эти системы взаимодействуют. Ранние представления, которые были заложены в исследованиях конца 1990-х годов, предполагали, что эти системы конкурируют между собой за общие ресурсы восприятия и памяти. Соответственно, если работает одна система категориального научения, то это мешает, это останавливает работу другой системы категориального научения. В настоящее время некоторые исследователи в нашей лаборатории и в других лабораториях пытаются показать, что эти системы могут работать содружественно. То есть существует ряд задач, в которых эти системы работают не параллельно, но происходит быстрое переключение с одной системы на другую. И другое направление, которое активно продолжает развивать основатель этого направления Грегори Эшби, связано с открытием новых систем категориального научения. В частности, в современной версии модели Эшби уже предполагается наличие не двух, а уже четырех систем категориального научения. К существующим двум, например, добавлена система, в которой происходит не выделение какого-то правила, которое суммирует визуальную информацию, а, например, запоминание конкретных примеров, если их существует не очень много. Существует ряд ситуаций, в которых это тоже полезно для нашего категориального научения. Еще одно направление, связанное с исследованием систем категориального научения, которое развивает канадский психолог по фамилии Минда, связано с тем, что он пытается разделить эти системы категориального научения по компонентам рабочей памяти. В частности, предполагается, что вербальная система категориального научения связана с вербальным компонентом рабочей памяти, а имплицитная система категориального научения связана с зрительно-пространственным блокнотом. Это другой компонент рабочей памяти. И если производить сравнение систем категориального научения с работой рабочей памяти, то это позволяет совершенно по-другому рассмотреть работу всех этих систем вместе. Потому что чисто теоретически возможны ситуации, при которых эти системы категориального научения могут работать параллельно. Продолжение следует... Продолжение следует...